Итак, после блока молдавских новостей, хотелось бы сообщить еще об одной новости. По данному Национального центра общественного здоровья, число заразившихся ВИЧ-спидом растет. И лидирует в этом списке город Бельце. По статистике, в прошлом году в Молдове диагноз ВИЧ-спид получили свыше 830 человек. Это на 125 человек больше, чем годом ранее. Число офицерных достигло почти 9,5 тысяч человек. Это большая, уже довольно серьезная цифра для нашей страны. И, что самое неприятное, что подавляющее большинство заболевших – это молодежь. Уже невозможно оставаться в стороне этой темы. И, наверное, поэтому у нас в гостях снова люди, которые делают очень серьезные шаги для того, чтобы, наверное, исправлять эту ситуацию. Итак, исполнительный директор общественной ассоциации «Позитивная инициатива» Александр Курашов. Вице-директор больницы дерматологии и коммуникабельных болезней. Координатор национальной программы по профилактике и контролю ВИЧ-спида, луче, пырцина. А также Наталья Поломарь, работник общественной организации «Здоровое будущее» город Террасполь. Доброе утро. Говорим мы вам. Доброе утро. Первое, наверное, почему сегодня мы собрались в студии – это новый проект. Опять же, ассоциация «Позитивная инициатива». От вас часто проекты различные, вы становитесь инициаторами. На этот раз проект «Мой статус не секрет». Уже наверняка многие наши телезрители видели в городе Кишиневе, не только в Кишиневе, билборды с изображением людей, которые открыто говорят о своем статусе. Как возникла эта идея? Почему этот проект вот сейчас был нужен? Ну, идея возникла у наших коллег из Украины. Они сделали это первыми год или два назад. Они показали открыто свои лица тоже в широкой информационной кампании, призывая людей к толерантности и неся определенный посыл того, что, в принципе, ВИЧ – это не приговор, есть лечение, можно жить. У нас это приобрело немножко другое направление. К нам в Молдове присоединились пять человек. Двое ребят из Приднестровья и трое со стороны правого берега. Наверное, стоит на самом деле признать героизм определенный этих людей, потому что на самом деле это подвиг, это шаг. Открыть свое лицо, сделать шаг навстречу, шагнув, если честно, в безызвестность, не зная, какие будут реакции, но ожидая, что реакции будут разные. Мы несем своего рода послание того, что ВИЧ-позитивный человек – это, в принципе, такой же человек наряду со всеми, имея разные статусы, как социальный статус, например, жена, муж, отец, сестра, руководитель организации, имея, к сожалению, еще и ВИЧ-позитивный статус, что абсолютно не делает этих людей изгоями, какими-то неравными, потому что на данный момент в реальности можно жить с ВИЧ-статусом, полноценную жизнь, иметь здоровую семью, иметь здоровых детей, иметь успешную работу. На данный момент доступно лечение в нашей стране, оно предоставляется бесплатно. То есть, принимая лечение, ВИЧ-позитивный человек, ну, мало того, что он свое здоровье поддерживает на хорошем уровне, с другой стороны, лечение влияет так, что ВИЧ-позитивный человек становится практически безопасным, даже если случаются какие-то рискованные связи, ну, что мы, конечно же, не приветствуем. То есть, есть определенные меры профилактики, но самое главное – это знать пути передачи ВИЧ. То есть, ВИЧ передается только тремя путями. Это через открытый сексуальный контакт, это через попадание, прямое попадание крови в кровь и через ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Всеми другими путями, бытовыми, через рукопожатие, объятие, бытовых условиях, ВИЧ, ну, передать и получить невозможно. Мы сегодня еще обязательно поговорим о мифах, потому что действительно с ВИЧ-позитивным связано много мифов. Давайте немножко вернемся к проекту. В каких еще городах, кроме Кишинева, реализован этот проект «Мой статус не секрет»? Во всей Молдове. Во всей Молдове, да, в Кишиневе? Именно этот проект реализуется в семи других городах. То есть, есть широко… и они в различных формах. Есть широкоформатные баннеры, есть ледовые экраны, где идут изображения. То есть, если перечислять города, это Кишинев, Бельцы, Камрад, Кагул, Тирасполь, Бендеры и Унгены. Но, как бы, стоит также отметить, что это не единственное мероприятие в рамках целой компании. То есть, компания, она, ну, не побоюсь того слова, она на самом деле республиканская и включает в себя намного больше мероприятий, кроме, как бы, компании «Мой статус не секрет». Я вот буквально хотел немножко вернуться к самим ВИЧ-уфинцированным. Мы сказали чуть ранее, 9,5 тысяч – официальная цифра. Из них только 5 человек, на что силы о себе рассказать, насколько мы понимаем. В больнице, вот вы сказали, можно получить необходимое лечение. Обращаются ли эти люди в больницу, либо также боятся и скрываются? Ну, да, 9, почти 9,5 тысяч у нас выявлено. Где-то оцениваем 7 тысяч в жизни. В наблюдении, в медицинском наблюдении у нас находится, под наблюдением находится около 6 тысяч. Но здесь другой аспект, что эти люди обращаются с открытым лицом, скажем так, к специализированным службам, то есть к врачам, которые лечат их, которые лечат именно ВИЧ-инфекцию. Меньше они обращаются, конечно, в общей медицинской системе, именно этого они и боятся, потому что больше… Непонимания врачей, в первую очередь. Непонимания, да, с этой стороны. Может быть, вот еще, прежде чем мы прервемся на паузу. Наталья, вот вы как работник общественной организации, насколько наше общество сегодня готово уже быть толерантным? Или мы все еще отстаем, скажем так, в этом вопросе? Ну, знаете, с каждым годом все более и более открыто общество, но все-таки еще не полностью. Хотелось бы преодолеть этот барьер в еще большей степени. Это и направлена компания. Наверное, да, информационные компании в первую очередь этот барьер разрушают. Давайте на паузу небольшую прервемся, потом возвращаемся, продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, мы продолжаем нашу беседу. Я бы хотел задать вопрос нашим гостям, касаемо вот такой вот темы. Вот вопрос, как вы сказали, ну, старается все больше и больше освещать эту проблему. Проблема ВИЧ-финцирована, потому что к ним надо относиться как к обычным людям и вести нормальные отношения и дела. Но в то же самое время очень большое количество информации и в СМИ, и в общественных местах о том, что, ребята, будьте аккуратны. Все-таки это есть проблема, ее надо избегать. Количество тех же инфицированных с каждым годом увеличивается. Почему такое, ну, так скажем, нелогично, результат нелогичен? Вы стараетесь сделать лучше, а результат только хуже. Ну, смотрите, как бы начнем с самого начала. Вы задали, вы очень верно отметили, только пять человек на данный момент готовы были открыть свой ВИЧ-статус. Это показывает нам, что уровень и стигмы, и дискриминации в обществе, и отношения в обществе к ВИЧ-позитивным остается, ну, крайне негативным. А стигма и дискриминация, которая может выражаться не только в агрессивном отношении, она может выражаться в игнорировании, в безразличии, в какой-то безответственности, в нежелании взять на себя ответственность. Именно это является уникальной средой для того, чтобы эпидемия ВИЧ продолжала расти. Потому что это влияет на внутренние чувства и убеждения человека. То есть у человека появляется определенный страх. Страх того, что либо он заразится и станет изгоем общества, либо у него ВИЧ есть, но если он пойдет и сдаст тест, об этом узнают люди, которые не должны об этом знать, и он также будет дискриминирован. То есть здесь как такой порочный круг. Поэтому мы и делаем эту кампанию и другого рода мероприятия для того, чтобы, опять же, воздействовать на эти убеждения ложные, которые были заложены где-то в корнях, в источниках, в начале развития эпидемии, когда пришел такой массаж, что спид – это чума 20 века, спид – это проблема, это, во-первых, приговор, и все, как бы наступает смерть. И спид – это проблема определенных групп населения, то есть наркоманов, мужчин, имеющих секс с мужчинами. Помощи, так скажем, здравообщества, которые… Да, женщин, занимающихся коммерческим сексом. То есть на данный момент, и как вы сказали, есть множество источников информации. Мы живем в 21 веке, каждый имеет доступ к интернету, каждый имеет доступ к правильной информации. И на самом деле является своего рода, ну не то что даже глупостью, а безумием продолжать верить в ложь в нашем современном обществе, зная простые три пути передачи ВИЧ, как он передается. То есть это раз. Во-вторых, как бы есть фактор ответственности за свое собственное здоровье. И мы об этом тоже говорим. То есть знать свой ВИЧ-статус, то есть посыл компании может быть направлен и к каждому гражданину, и человеку лично. То есть, а мой статус для меня секрет или нет? А знаю ли я свой ВИЧ-позитивный статус? Если не знаю, а у меня были своего рода рискованные поведения или какие-то случаи в жизни, где я сомневаюсь, то, возможно, стоит его узнать. На перекор всему, хотя бы для того, чтобы сберечь и сохранить свое здоровье. Очень часто, если читать интервью у людей, которые подверглись, они говорят о том, что многие годы подозревали, но не делали никаких анализов для того, чтобы не узнать правду. Вот это, наверное, самая большая глупость, которая может вообще существовать. Лучья, вот вы на своей практике наверняка тоже ежедневно сталкиваетесь с различными мифами. Вот что, может быть, чаще всего приходится разрушать, объяснять? Ну, на самом деле, каждый день приходится объяснить пациентам, что с ВИЧ можно жить. И такие люди живут столько же, сколько жили бы без ВИЧ. Потому что на данный момент есть доступное лечение. Да, оно не вылечивает, но оно обеспечивает качественную жизнь и длительную жизнь. И наши пациенты могут умереть от инфаркта или в аварии, или от старости вообще. И вот с этим приходится каждый день работать и объяснять, что на самом деле это не приговор. В первую очередь, надо психологически работать с пациентом. Конечно. Потому что, ну, пациенты, конечно, они, как и все диагнозы, не только ВИЧ, никому не хочется быть больным. Правда, все, всегда остаётся надежда, а вось неправда. И приходится с этим работать. Потом долгое время нужно поработать с началом терапии. Потому что сложно объяснить пациенту, почему мы начинаем лечение, если он себя прекрасно чувствует. А вдруг мы начинаем лечение. Порой оно нам даёт какие-то побочные эффекты. Вот вчера без лечения было хорошо, сегодня с вашим лечением плохо. Вот нужно перебороть это, потерпеть пару недель, скажем так. Мифы, что касается различных методов лечения. Различные страны, различные, не знаю... Нетрадиционные методы лечения. Нетрадиционные, да. То есть люди ещё экспериментируют в этих вопросах. Экспериментируют, да. И соки, и разные таблетки, и нефти. Что приводит ещё к лучшему ситуации. Ну, это надежда. Люди цепляются, они хотят же влечиваться. Но приходится объяснить, что то, что, допустим, натуральный, там, банановый сок или, там, не знаю, малину, никому не помешает. Но не тратить свои деньги и не портить ещё хуже здоровье, там, на какие-то несмысленные лечения. И завершим. Вот просто реакция людей, когда появились эти билборды на улицах нашей страны. Какие были реакции людей и вот реакции всего общества? Наверняка вы уже слышали реакции. И, надеюсь, что были и позитивные оклики. Ну, такой основной, как бы, основную волну информации мы запустили вчера, когда была пресс-конференция в министерстве. Но с 25 апреля эти баннеры были уже в Кишинёве, на Виадуке. И один из героев этой компании, Руслан, он после того, как эти баннеры были выставлены, пошёл на родительское собрание в школу. А Руслан участвует в компании вместе со своей женой Ириной, которая тоже там фигурирует и открывает своё лицо. И когда он пришёл на родительское собрание, он уже ожидал определённой реакции, ему самому было интересно. И вы знаете, некоторые люди, в основном мужчины, которые не проявляли раньше никакого внимания, не здоровались, то есть, можно сказать, были безразличны, ни с того ни с сего подошли и пожали руку, подтверждая тем, что они уважают этот поступок. Были другие люди, которые просто выбрали отвести глаза. Но я думаю, что это процесс, через который каждый должен пройти. И я думаю, что эта компания каждому даёт выбор, как и каждый день в нашей жизни. То есть, быть здоровым или нет, дискриминировать или не дискриминировать. То есть, каждый день мы делаем свой выбор. Я думаю, что люди постепенно, шаг за шагом, они придут. Главное, чтобы людей здравомыслящих, понимающих, оказывающих поддержку, было больше, больше и больше. И именно в это мы вкладываем себя, ресурсы, включая и финансовые, потому что это поможет нам остановить эпидемию в нашей стране. Мы будем на это надеяться. Спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях. Хоть немножко, но мы уделили этой теме время. Мы желаем вам хорошего дня. И мы в дальнейшем будем ещё освещать, конечно, различные ваши проекты. Надеемся, что их будет становиться больше, а инфицирован будет становиться меньше. Прерываемся далее на прогноз погоды. Продолжение следует...